А101 научились строить, но в этом ролике вы этого не увидите. В ЖК Прокшена стоимость квадратного метра начинается от 200 и доходит до 450 тысяч рублей. А самая дешевая квартира – это студия в 20 квадратов за 7200. Вводные все получены, так что давайте пройдем в квартиру и посмотрим на весь этот ужас, который сотворил здесь подрядчик по отделке. Вы только посмотрите на это прекрасное крепление замка. Ну конечно же, нельзя было сдвинуть на 5 сантиметров и поставить его нормально. Ну или например на эту распавечную коробку, а точнее ее крышку. Почему не белая? Да хер его знает. Дальше санузел. Давайте посмотрим выводы коммуникации. Как же они прекрасно сделаны. Сразу видно, что с душой все люди отнеслись, а вот розеточкой как поставили ровненько, прям глаз радуется. Трещинка пошла небольшая, но ничего страшного, это же дом садится. Ой, что-то у нас тут порожек отвалился, и дверные коробки в воздухе висят. Ну ничего страшного, собственник стерпит. С финансированием видимо проблемы, анкеров нету. Тоже закрепили унитаз на один анкер. Так, дальше у нас тут немножечко малярки есть. Давайте сейчас фонариком подсветим. Ох, какая красота. Специально для собственника. Собственник будет рад на это все смотреть каждый раз, когда будет идти в душ. Как? Как вот так вот можно сделать, что малярный уголок просто выпирает? И это был только санузел в однокомнатной квартире. Дальше, значит распаечная коробка, отсутствует крышка и там сквозная дыра. Оконные конструкции тоже нас порадовали. В этот раз у нас окалины 4 стеклопакета под замену в одной комнате и 2 стеклопакета в другой. Сейчас в максимальном приближении можно посмотреть окалины, что это такое. Давайте откроем окошко и обнаружим, что у нас здесь не снята пленка локально, да, ее потом феном будем снимать и отливчики не загерметизированы, подоконники поцарапаны. Ну, это же все мелочи. Пленку снимали ножом, вот и поцарапали. Ой, наша любимая плитка, которая имеет фактуру грязной кривой плиточки. Маленькой, да? Чтоб собственник зашел, посмотрел, о, грязно-криво, точно мое, забираю. Так, тепловизионное обследование, инфильтрации и промерзания. Смотрите, у нас понижение здесь температуры на 10 градусов, а где-то даже на 15. Че, думаете, будут переделывать? Нет, не будут. Замажут герметиком, вот здесь вот примыкание промажут, чтобы отсюда не дуло и все. И вроде как нормально, и собственники с этим согласятся. Классно же, да? Так, а дальше мы нашли третье вентиляционное отверстие, которое находится в зоне инженерного шкафа за унитазом. Классно, там дырка сквозная, вент-канал, и вот оттуда идет тяга в один метр в секунду. Так же примерно, как и вентиляция на кухне и в ванной. Надо, конечно, ее заделать, да? Надо вскрыть вот это все, стенку раздолбить и там заделать. Но это будут делать? Нет, конечно. Но хотя бы плитку в ванной ровно положили в швы, все бьются, там разница может быть один миллиметр. Но вот с затирки накосячили. Не убрали затирку с плитки и при намокании она становится коричневая. Вот видно, где осталась затирка на плитке. Отклонение по напольному покрытию до 7 миллиметров. Здесь у нас бугор в зоне радиатора и оп-оп-оп, какая красота. Будут исправлять? Конечно, будут. Переложат ламинат, переделают стяжку. Ага, да, сейчас. Ну а вишенкой на торте у нас остается отсутствие гидроизоляции под ванной, а также колоссальное количество мусора, который тоже никто не будет убирать, потому что туда просто не подлезть.